Те, чья работа делает чужой отдых комфортным и незабываемым, сегодня сами на один день взяли выходной. Лучшие представители туриндустрии от администраторов до ательеров в ожидании финала курортного Олимпа. Буквально за 10 минут до начала официальной части участники вспоминают, как проходили отборочные этапы. Жюри обращало внимание на каждую мелочь. В финал всегда попасть сложно, потому что данный конкурс является одним из самых важных у нас на побережье. Мы не первый год принимаем участие в этом конкурсе. Всегда проверяется все очень детально, с большими и высокими требованиями, что позволяет нам понимать, куда мы движемся, как нам лучше развиваться, как лучше развивать эту отрасль. Проверяли на самом деле все очень тотально и даже не знали, что столько можно у нас показывать, сколько задавалось вопросов. Приезжала комиссия в составе, по-моему, пяти или шести человек. Проверялись документы, проверялись сертификаты, рестораны, номерной фонд. Поздравить победителей конкурса в Геленджик приехали губернаторы Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. За более чем 10 лет премия стала уже своеобразным Оскаром в отрасли туризма. Поэтому неудивительно, что число участников в этом году выросло в два раза. Заявки подали 260 предприятий. Ведь заветная награда – это как знак качества для отеля или санатория. Так, лучший пляж находится в Сочи. Награду в номинации «Туристическое событие года» забрали организаторы байк-фестиваля на Тамане. Курорты края должны быть конкурентно способными, обратился к собравшимся губернаторам. Важно, чтобы туристу вновь захотелось возвращаться в наш регион, но уже за новыми впечатлениями и зимой, и летом. Туристический комплекс, он очень стремительно развивается и расширяется. И здесь, коллеги, нам главное – быть конкурентоспособными. Мы живем в уникальном крае, и мы должны иметь вот такой арсенал, такой запас новых инструментов, новых решений, продуктов, которые мы можем и будем продавать, которые обеспечат нам конкурентное преимущество. Пляжи должны быть разными, потому что каждый из вас, сидящий здесь, даже если он руководитель, собственник, хозяин, чуть-чуть архитектор. Так вот, реализуйтесь и в пляжах, и в этой территории, которая находится рядом с вашими санаториями, и в самой архитектуре реализуйтесь. Здесь вот разные должны быть пляжи по облику, но по стандарту, высокому стандарту оказания услуг одинаковы. Вот в этом стратегическая задача и преимущество будет курортов Краснодарского края. Курорты Краснодарского края – это не просто туристический бренд, это классика отечественного отдыха, которая имеет свой особенный стиль, который совершенствуется и шлифуется год от года. Курорты Краснодарского края бьют очередные рекорды. Пожалуй, это самый главный результат работы туристско-санаторной отрасли. На Кубани едут гости со всей страны и не только, чтобы принимать солнечные ванны, любоваться морем и пейзажами и восстанавливать здоровье. Практически 16,5 миллионов отдыхающих и туристов уже посетили курорты Краснодарского края. Коллеги, это результат. Наш край не только житница, но и лидирующая здравница нашей страны. Спасибо вам еще раз и за рекорд тоже. Благодаря вашей успешной работе, коллеги, на самом деле мы заняли первое место в России среди регионов по развитию внутреннего туризма. Это объективный результат, очень серьезный результат, но количество отдыхающих и туристов к 2030 году должно составлять не меньше 22 миллионов в год. Если подойти последовательно, грамотно, создать систему, которая позволит нам никому не отдать свои лидирующие позиции на Курортном Олимпе страны, а может быть подбираться и к мировому Курортному Олимпу. Высокий курортный сезон подошел к концу, итоги подведены, но это не повод расслабляться. Завтрашнего дня стартует новый курортный, но уже зимний сезон, а значит новую волну туристов примут горнолыжные склоны. Роза хутор и Красная поляна. Горячий период, новогодние рождественские каникулы и здесь главное не подвести тех, кто доверил свой отдых курортам Краснодарского края. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов и Алексей Комаров, Кубань, 24, Геленджик.